Знаете, мы с ней очень любим, очень любим шелфиться, правда, очень любим ходить по магазинам, вот все по 45. Отношения. Самая популярная тема у стендап-комиков, потому что через них проходят все, у каждого есть личный опыт. Личное. Это, наверное, самое главное отличие стендапа от советских монологов. У нас 70% правды заверяют стендап-комики. Все это происходило с нами, и мы просто пытаемся запаковать это в юмор. А смешно у тебя получилось или нет, можно проверить на открытом микрофоне, где выступить может любой желающий. На нашу сцену может попасть любой. Следующий участник, это журналист канала «12», Александр Шагичев, под ваши аплодисменты. Я работаю на «12» канале, и мне говорят, что ты же картавишь, как ты попал на телевидение. Ну а куда? На радио уже все вакансии заняты. Не всегда будет смешно с первого раза. Чтобы понять, смешной ты юморист или нет, комики советуют выступить три раза. Если хотя бы на одном из них народ будет смеяться, то надежда на светлое будущее в комедии у тебя есть. Но еще нужно будет много писать, писать и переписывать. И несмотря на то, что открытый микрофон – это такая экспериментальная площадка, вместе с новичками на концерте выступили и опытные, приезжие комики. Мы сегодня приехали в Череповец, я хочу вам сказать, это действительно красивый город, мы прогулялись, посмотрели. Но вот, когда мы подъезжали со стороны юга, это самый большой кальян, который я видел в жизни вообще. Серьезно. Стендап в городе с самым большим кальяном появился в 2014-м. Тогда, говорит основатель череповецкого стендап-движения Иван Галичев, КВН в городе уже умер, а шутить хотелось. Примерно каждый месяц проводят открытый микрофон, два раза уже был отчетный концерт, на них всегда был аншлаг. Правда, признается Иван, новичков все равно мало, а постоянно выступает всего 3-4 человека. Комики сравнивают стендап с роком, такой же дерзкий и прямой, и многим критикам не нравится, что иногда в шутках проскальзывает мат и пошлость. Тут зависит все, мне кажется, уже от самого выступающего, хочет ли он это использовать или нет. Я, в принципе, понятно, что у меня тоже есть некоторые шутки и с матом, но бывает, что они прям вот без него никак, вот никак бывает без него. Как в жизни, да, это же все-таки Россия. Есть же разный юмор, правильно? Есть пошлое, кому-то нравятся плоские шутки, кому-то интеллектуальные, где надо час подумать, он потом такой, вот это круто. Стендап зарыл топор войны между Череповцом и Вологдой. Города сотрудничают друг с другом. Сегодня с шутками в город Металлургов приехал Вологодский комик. Жена мне так давно подарила подарок, как зимнему сезону подарила мне квадроцикл. Есть один нюанс, он детский. Ну, просто это был намек с ее стороны, да, как бы он выдерживает максимум 80 килограмм, да, я на пределе, просто немножечко, поэтому... Но я хитрый, я катаюсь голый, голый утром натощак, знаете. Однажды выехал в центр, съел хот-дог, пришлось вызывать эвакуатор. Вологодский стендап ничем не отличается от Череповецкого, как говорят комики, отличается аудитория. Если в областной столице на концерты ходит в основном молодежь, то в городе Металлургов преобладает взрослая публика, но смеются и там, и там одинаково. И это самое главное, ведь юмористы надеются, что стендап, как и рок, тоже будет таким же популярным в стране. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости. Хорошо, да, если то есть музыка, это...